Здравствуйте, я Иван Дучак и это время Кривбаса на Первом городском. Наши журналисты готовы подвести информационные итоги понедельника 3 июля. Смотрите в выпуске. Обвал в заброшенном здании. Двое мужчин погибли под бетонными плитами. Апостоловские страсти. Местные фермеры обвиняют районных прокуроров в рейдерских захватах земли. Вот ваша прокуратура, милиция, это организация, это банда погона. Бои трансформеров, уроки фотографии и мастер-класс по мехенде. В Кривом Роге прошел арт-сити-фест. Формат фестиваля это семейные пикники на природе. Об этих и других новостях дальше в подробностях. Обвал в заброшке. Двое мужчин погибли под бетонными плитами. 2 июля около 4 часов дня в Центральном городском районе, недалеко от бывшего мясокомбината, медики и полицейские обнаружили тела двух горожан под завалами. Вероятнее всего погибшие вырезали металл из бетонных конструкций в заброшенном здании. Во время работ по непонятным причинам тяжелые плиты обрушились на мужчин. От полученных травм они скончались до приезда скорой помощи. В полицию устанавливают личности погибших, а также данные мужчины, который вызвал скорую помощь на место происшествия. Дело квалифицируют по статье «Умышленное убийство» с примечанием «Несчастный случай». Возможных очевидцев случившегося просят откликнуться по номеру телефона 102. На сьогодні полиция працює в направлении установления человек, двух человек, а также рассчитывает человека, который, вероятно, за все, и был с загибшими на месте подъем. Человеки, вероятно, за все, занимались добиванием металлевого брухту. Есть информация про то, что поруч люди слышали, как в покинутой будильни разговаривали люди. И уже за некоторый час там был шум гам и случилась трагедия. Апостоловские страсти. Местные фермеры обвиняют районных прокуроров в рейдерских захватах земли. Аграрии уверяют, у них незаконно отбирают поля, а некоторым за отказ сотрудничать даже поджигают урожай. Правоохранители, в свою очередь, настаивают. Жители занимаются самозахватом. Сельскохозяйственные угодья не оформлены. И по бумагам принадлежат другому человеку, который вообще умер. В непростой ситуации разбирался Николай Неручик. Вот в нашем месте была палатка двух неведомых людей. И они тут некоторый час проживали. Чайник, полбуханки хлеба и туалетная бумага. Все, что осталось после пикника двух неизвестных. Местные фермеры называют их туристами. Говорят, они сидят в засаде возле поля. Задача караульных сообщить старшим, когда начнется сбор урожая. По их наводке вызвали каких-то людей, которые приехали, предоставили, я так понимаю, судовое решение на арешт поля и урожая. Заарештовали урожай и технику. Фермеры уверены, под предлогом ареста у них банально отжимают земли и урожай. Особо говорливым вообще поджигают поля с пшеницей и очменем. А крышуют этот беспредел, по словам Аграриев, апостоловские прокуроры. Вот ваша прокуратура, милиция, это организация, это банда в погонах. Я как покрываю натуральную банду и занимаюсь бандидизмом и покрыванием бандитов. Прокуратуре говорят, ни о каком беззаконии не может идти речь. Фермеры засеяли чужую землю. После распада хозяйства Аграрии не переоформили документы и незаконно засеяли поля. Теперь эти угодья официально принадлежат другим людям, которые давно умерли. Так обстоит ситуация у двух фермеров. Еще один Аграрий просто незаконно засеял коммунальную землю. Мы также проверяем землю коммунальных предприятий, например, апостола агрокомплекс, коммунальных предприятий, землю запасов. Но вот такие факты, что используются землями помедлих. По-друге, мы не делаем висновок, мы не уполноважены органы, чтобы сказать, что эта земельная деятельность самовольно занята. Есть соответствующий орган, головное управление Держгеокатастрофа в Днепропетровске области, которые исключительно в уполноважении делать выяснение против законов или незаконно чтобы засеять одно поле площадью 50 гектаров, необходимо примерно 250 тысяч гривен. Независимо от решения суда, потраченные деньги фермерам никто не вернет. А собирать урожай с неоформленных на аграрии земель попросту запрещено. Николай Неручик, Олег Никитин, Первый городской. Вышли на митинг. Криворожане из общежития снова перекрыли дорогу на площади домностроителей. Все потому, что у людей отключили свет утром 30 июня. И уже трое суток они вынуждены жить без электричества. Его включат только после того, как должники выплатят сумму 10 тысяч гривен. Некоторые из них только прописаны в комнатах, а по факту живут в другом месте. Возмущенные жители, у которых счета оплаченные своевременно, не знают, что и делать. И просят помощи у местных чиновников. Авария под кривым рогом. 26-летний водитель Жигулей ехал без прав и на повороте угодил в кювет. После пытался спрятать автомобиль. Все произошло в ночь на 1 июля в селе Воловое. За рулем находился местный житель. В салоне авто было два пассажира. Обоих с ушибами и черепно-мозговыми травмами. Увезла скорая в тысячку. Сам водитель копейки отделался испугом. На месте происшествия побывал наш корреспондент Николай Неручик. Старую копейку Николаю подарила сестра на его 26-летие. Опыта вождения и даже права парня не было. В ночь на 1 июля вместе со своими друзьями он поехал кататься. При выезде из села Воловое не справился с управлением. Машина угодила в кювет. Машина в смятку. Друзья в больнице. У девушки-пассажира черепно-мозговая травма. У парня ушибы и сотрясения. Им оказал первую медицинскую помощь сам же виновник аварии, водитель копейки. Мать пострадавшего пассажира молится, чтобы ее сын выжил. Я с маленьким своим, чтобы по телефону уже разговаривать. А так я в больницу. Завтра я сранку до него поеду. Сразу после аварии 26-летний водитель попытался спрятать автомобиль. Разбитую копейку полицейские нашли за полем. Парень, который находился за рулем авто, полностью признает свою вину. За нарушение правил безопасности при вождении ему грозит до 8,5 тысяч гривен штрафа. Или три года условно. Николай Неручек, Дмитрий Микрюков, Первый городской. Пожар в шиномонтаже. Вечером 1 июля по улице Криворожсталь загорелось СТО. Сначала воспламенилось двухэтажное здание автосервиса. Затем огонь охватил пилораму по соседству. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. В результате сгорела крыша постройки и шины. Обошлось без пострадавших. Спасателям удалось потушить пламя только около 10 часов вечера. На месте происшествия работали 4 пожарные машины и полицейские. Причину возгорания устанавливают правоохранители. Прибывши на место, рятувальники установили, что пожара виникла в двуповерховой будивлі и приступили до ее гасения. Загасить полумя вогнеборцям удалось о 21.55. Площа пожара склала 150 квадратных метров. Вогнем было пошкоджено дах, будивлі, автомобільні шини та поруч розташований вагончик. В наслідок пожежі ніхто не постраждав. Починно пожежі встановлюєть правоохранера. Борьба с амброзией. 1 июля неравнодушные горожане вышли на субботник. Убрать пешеходную дорожку, которая соединяет микрорайоны Солнечный и Юбилейный, вызвалось почти 30 криворожан. Ежедневно по городу выкашивают более 20 гектаров травы и растений-аллергенов. Но для выполнения всего объема работ рук не хватает. А сорняки, в том числе амброзия, заставляют немало проблем жителям города. Сейчас наступает именно пора уже цветения амброзии. То есть уже такие завязываются на ней семена, которые будут свисти. И именно в этот период времени она вступает в активную фазу. И люди ощущают на себе больше всего ее влияние аллергическое. Такая уборка прошла в рамках эксперимента. Сотрудники научно-исследовательского института охраны труда и экологии изучают ситуацию с амброзией в городе. Пока с этим растением борются вручную, вырывают сорняк с корнем. В дальнейшем в этом месте засеять другую траву, которая предотвратит распространение карантинных растений. Данный заход, хотя и проводится в межах данного дослежения, проте он присвячен больше для того, чтобы привлекать увагу до цієї актуальної проблемы и долучить каждого мешканца до борьбы с амброзией. Согласно санитарных умов данной местности неможливо застосовывать химические методы. Поэтому наиболее эффективные методы у балки Калетина есть самые механичные – это вырывание аброзии с кореньем и скашиванием, и фитоцинитические – это травма замещения аброзии. Присягнули на верность. В Кривом Роге около двух сотен бойцов-резервистов приняли военную присягу. В течение 10 дней мужчины, которые ранее не служили в рядах вооруженных сил, будут обучаться тактике ведения боя и владению огнестрельным оружием. Сборы пройдут на базе 17-й танковой в полевых условиях. На торжественные присяги побывали и наши переспонденты. 10 дней в спартанских полевых условиях. Именно столько предстоит Вадиму прожить на сборах резервистов Саксаганского района. Ранее он не служил. Теперь парню предстоит освоить азы военного дела. С напутственным словом к резервистам обратился военный капеллан 17-й танковой. Все время, пока идет АТО, он поддерживает наших бойцов на передовой молитвами и наставлениями. Вы дали цилование в клятве мирного життя детям своим, своим дружинам, матерям, кого живите. Мы живем в сложный час. В дуже сложный. И сегодня каждый из вас принял выбор. В завершение торжественной церемонии резервисты с троем прошли по плацу. Не все пока гладко, но на сборах будут уделять внимание и этому моменту армейской жизни. Музыка 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 Можно прийти просто в парк и найти себе, мало того, что компанию, каких-то новых друзей, еще провести как-то интересное время, присоединиться, посмотреть какой-то интересный концерт, сходить на ярмарку, узнать что-то новое, в общем, развлечься именно в парке у нас таким вот пикник-отдыхом семейным. Организаторы говорят, лето должно проходить весело и легко, поэтому планируют проводить и другие развлекательные фестивали. Галина Гонзенко, Дмитрий Микрюков, Первый городской. Кикбоксер из Кривого рога победил на Кубке мира в Италии. Соревнования прошли в конце июня в маленьком городке Ремени. На ринге встретились почти 2000 спортсменов из 40 стран мира. В активе украинской сборной более 20 медалей. 8 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых. Криворожский боец Юрий Перетяцкая стал лучшим в своем весе. С чемпионом удалось пообщаться Николаю Чирвия. Несмотря на недавнюю операцию и почти полугодовалый перерыв в спорте, Юра решил поехать на Кубок мира. В составе сборной Украины кикбоксер провел три зрелищных боя и одержал победу. Я на этом Кубке мира провел три боя. Скажем так, первые два боя были очень сложные для меня, так как я очень долго не боксировал. Но, скажем так, за два боя я как раз втянулся и в финале я встретился уже со спортсменами из Польши. Первый боец у меня был из Италии, второй из Франции. И вот третий был из Польши, как бы вот именитый спортсмен такой, как бы там. Но как раз к тем бою я продышался и как бы уже не оставил ему ни единых шансов на победу. Тренер чемпиона Владимир Коржак говорит, Юрий перспективный, целеустремленный и очень уверенный спортсмен. К мечте идет через победы, травмы и изнурительные тренировки. Спортсмен, наш мастер спорта международного класса Юрий Перетятько завоевал Кубок мира и завоевал Кубок лучшего бойца Кубка мира. Это очень престижная награда и мы гордимся нашим спортсменом. В ближайшей перспективе он примет участие в всемирных играх. Он сейчас активно к ним готовится. Это как бы высшее достижение в мире кикбоксинга. Всемирные игры это для нас как олимпийские игры. Украинские кикбоксеры в общем зачете в разделе «Фулл Контакт» поднялись на первую строчку в таблице. Наш земляк Юрий Перетятько завоевал золото весовой категории до 67 килограммов. Сейчас спортсмен готовится к всемирным играм, которые пройдут этим летом. Побед и безопасных тренировок желают Николай Чирва, Дмитрий Микрюков и весь Первый городской. 5-2. Футбольный клуб «Кривой Рог» выиграл у команды «Пенуэл» поединок 8-го тура Суперлиги, который прошел 1 июля на стадионе «Строитель». Подопечные Валентина Платонова рассчитывали на победу в игре, поэтому с арт-старта встречи начали атаковать. Но команды ушли на перерыв при равном счете 2-2. После отдыха номинальные хозяева заиграли еще активнее. Ребята Валентина Платонова перехватили инициативу, что сказалось на результате противостояния и еще трижды расписались в воротах соперника. «Пенуэл» во втором тайме пытался противостоять противнику, но счет оказался неизменным. 5-2. «ФК Кривой Рог» продолжает погоню за тройкой лидеров турнира. На этом ставим точку. В студии для вас работал Иван Дычак. Оставайтесь на Первом городском. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин